Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про признаки нарушения щитовидки и стратегию для сохранения ее здоровья. Прошу поддержать канал лайком и передать это видео тому, кому оно действительно нужно. Миллионы людей ищут информацию в различных книгах, источниках. И в этом ролике я расскажу самые простые вещи, на которые, если вы обратите внимание, то у вас все намного-намного улучшится. Конечно, распространенные сбои в щитовидной железе есть у многих. И гиперактивность щитовидки переходит в гипоактивность. И то есть тут все варьируется от разных моментов и может прям-таки гулять. Симптомы. Это постоянная усталость, это тревожность, капризность, запоры, вздутие живота, непереносимость холода, сниженная либидо, бесплодие. Если повышена активность, то нервозность, бессонница, малое количество сна, поносы с кишечником, либо избыточная его активность, выпадение волос. И то и другое. Это история, которая будет действительно сильно влиять на состояние. Что влияет, как вы думаете, на щитовидку? Я сейчас вам базово опишу и дам вам свободное решение. Первое, это дефицит питательных веществ, особенно селен, йод, цинк, железо, белок. Без них невозможно идти дальше. Промышленно переработанные продукты, сахар, рафинированное масло, мясные изделия с химией, трансжиры. И это опять попадет в историю боли щитовидки. Дефицит витаминов группы В, дефицит витамина Д, либо проблемы с усвоением питательных веществ в кишечнике. У меня были все эти вопросы в свои 25 лет. Аутоиммунные нарушения часто развиваются по причине того, что человек употребляет продукты, на которые плохо реагируют. Например, я употребляю яйца, потому что это полезно, а у меня, например, на них аллергия. И так делать нельзя. Другой момент, отсутствие отдыха, перетренированность, малоподвижность, токсичность. Это все влияет на щитовидку. Что сделать? Первое, отказаться от глютена, поставить отдых на первое место, поработать с токсичностью, очистить рацион и действительно принимать витамины. Омега-3, пробиотики, витамин Д, витамины группы В. Это супер важно с морскими водорослями, водорослями. Будьте аккуратней, как и с добавками йода. Не всем это заходит. Как делать не надо. И вредные советы. Ложитесь поздно, вставайте поздно, игнорируйте физкультуру, пейте чай с шоколадками, годами находитесь в состоянии выгорания, полуфабрикаты, питайтесь обязательно ими. И находитесь в хроническом дефиците витамина Д. И считайте, что отеки это норма. Так же, как и 3 литра кофе в день, это тоже норма. Поэтому, ребята, ставьте вопросы, пишите комментарии. И могу сказать, что вот такие базовые вещи, они необходимы для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали. И мышечная слабость, тревожность, это все вот эти истории со щитовидкой. Заходите в Дзен, заходите в другие мои блоги и смотрите комплексную поддержку.